Привет, ребята! Продолжаем смотреть обзоры на напитки из спортпитания. И вновь у нас цикл соусы. Добавлялись мы до известного бренда Борилла. Я думаю, каждый встречал макароны, спагетти различные, макаронные изделия, так сказать, это фирмы в каждом уголке России, наверное, в том числе и я, давненько она появилась. И также вот появляются стали соусы. Их не так много, кстати, встречаются, довольно дорогие. И начнем мы сегодня. Значит, смотрите, ребята. Сегодня, как вы видите, у нас будет цикл Болоньеза. Болоньеза – это моя самая любимая паста, которая существует по вкусу, реально очень вкусная. Конкретно про эту баночку. Куплена в магазине Перекроссов довольно дорого. 300 рублей она стоит. Я считаю, что это дороговато. Ну и, соответственно, будем это все мы делать с пастой Борилла. Давайте пройдем, посмотрим. И будем готовить наш Болоньез. Итак, Болоньеза – это мы видим 100%, помидоры, Италия, все дела. 400 грамм у нас баночка. Итальянский продукт, типа сделано в Италии, все дела. Итак, первое, что бросается в глаза – это пищевая ценность. Ну, здесь посмотрим. На 100 грамм продукта здесь, я напомню вам, 400 грамм, да? Вот у нас, смотрите, что получается. 8-6 килокалорий в 100 грамм продукта, да? Угу. Так. Тут английского языка нету, поэтому я понять не могу. Харен-то с ним. Ну, есть русский язык у нас вот здесь, что странно. Ну, нет, вот здесь как раз у калорийности указано. Как я сказал, 8-6 килокалорий, 4-2 грамма белка, 4-2 грамма жира, 7-2 грамм углеводов, из которых сахар 4,7. Ну, как-то вот так. А что у нас входит в состав? Давай. Сложная работа оператора сейчас будет. Соус томатный с говядиной и свининой Болоньеза, да? В состав мякоть томата 24%, вода, концентрат томатный 17%, лук 85%, говядина 8%, свинина 8%, морковь 6%, сельдерей 3%, масло подсолнечное, сахар, соль, крахмал, кукурузный, тимьян, лист лавровый, перец черный. Как мы видим, в составе нет никакой химии. Все очень натурально и крутое. Ну, как-то вот так. Изготовлена Италия. Как-то вот так. Ну, что ж, ребята, выглядит все это очень круто. Напомню, баночкой 300 рублей. Сейчас мы будем все это готовить. Нам понадобится фарш говяжий, ну и, соответственно, паста барилла. Поехали. Ко мне, ребята. И вот, как мы видим, здесь у нас говяжий фарш домашнего приготовления. Значит, первое, что мы сделаем, уже вода у нас подкипает. Значит, в подсоленную воду мы добавим пасту. И добавим оливковое масло, чтобы приготовить наш говяжий фарш. Надо его подогреть чуть-чуть вот так. Все это дело. Так, а теперь, смотрите, в подсоленную воду мы добавляем наш спагетт. Значит, ну, я думаю, все знают, много ничего не строят. Чтобы они получились длинными, нужно делать следующим образом. Так, мы их берем и забрасываем. Таким вот, у меня тогда уже в соленую воду. Очень крутая лапша барила. И так варим. Спустя некоторое время, несколько минут, мы их вот так аккуратно запихиваем, и они там варятся. Не ломаем, если ломать, они будут короткие. Ну, в общем, все. А здесь сейчас мы добавим говяжий фарш. Никаких специй добавлять не будем. Добавим мы только черный перец и обычную соль. Так что, ну, а в конце, когда фарш поджарится, мы добавим баланез. Ну что, ребят, поехали. Ребята, вот процесс готовки, как я и говорил, смотрите, порадите поближе. Вот наша паста, да, она у нас почти готова. И фарш, когда разогревается, добавим фертик билла. Подсолим, добавим перчик, и подождем, когда подготовится. Затем добавим сюда баланез. Итак, ребята, настало время, вот фарш у нас поджарился, да, паста сварилась. Настало время добавить. Ммм, пахнет очень вкусно, посмотрите. Добавим пол баночки, а пол баночки потом попробую прорвить, если просто, ну, его не нужно. Подогревать вот так, с маслом не смешивать. Ну, я думаю, достаточно будет. Даже больше половины получилось. Придорывается, если все вкусно не размешать. Запах очень приятный. Сейчас он подогреется немножечко. Главное, чтобы он не закипел. Пусть его подогреть чуть-чуть. И все, уже когда фарш почти готов. Фарш у нас немножечко, и все. А оливковое масло чуть добавили, чтобы не было сильно жирно. Вот, ну, и вообще, считается, вроде как, что в пасту тоже оливковое масло добавляют. Вот, чтобы она не слипалась. Поэтому должно получиться все круто. Итак, поехали. Итак, ребята, финальная стадия. Сейчас мы это все дело перемешаем. Обратите внимание на пасту. Давайте посмотрим. Видны кусочки томатов, чего-то еще. Мини-лучок. Вот. Ну, в общем-то, мелкие куски, это я люблю. То есть, я не знаю, когда большие куски. Это ужасные противни. Например, в долмилу, да, например. Там очень большие куски всегда. Да. Теперь мы это все дело должны тщательно перемешать с нашей пастой варилу. Вот. И получится просто огонь, я чувствую. Не знаю. Запах был очень приятный. Отличный состав был. Цена тоже, блядь, вы знаете. Ну, три сотки дороговато. По мне, так дороговато. Ну, сейчас посмотрим. Это все дело мы размешиваем. Вот так. Паста у нас тоненькая мы взяли сорт. А вот там мини-порция оператора. Посмотрите, какая смешная. Пласт работает, да? Человек на массу работает и на рельефе. Вот так вот все. Будет все сочное. Очень вкусное. Прям чувствую, ребята. Ну, что. Снимаем пробу. Вот, да. Поехали. Приятного аппетита. Также держит хорошо тепло. Уже пошло минут пять. Грячо, епт. Ох ты. Полный чай. Без сахара, кстати. Совет. И дешеврый. Ох. Мм. Ну, знаете. Очень вкусный баланец. Очень вкусный. Придраться не к чему. В общем-то, лучшие ингредиенты. Потому что, понимаете. Паста борьба. Одна из лучших, что я считаю, на рынке. Домашний фарш. Субтитры. Без добавления жиров. Всякие жилы и прочее. Чисто мякоть, да? Обезжиренная. Легкое масло. Минимум специи. Кстати, я еще добавлю перчика дополнительно. Я люблю поострее. Вот. Ну и, конечно же, замечательные ингредиенты. Соуса баланьезы от Барилла. Как мы видим, в составе нет никакой ерунды. Также, что очень круто. Помимо состава, говорю. Маленькие очень кусочки помидоров. Лучка. Прям крошечные. Это очень вкусно. Потому что, если большие, как в Доммиуме, это очень неприятно. Когда выпадает на зуб. Здоровый такой томат. Либо варючий лук какой-нибудь. Здесь все очень круто. Очень круто. Также я вот не пойму, по-моему, была, что я не запомню. Так. Ребята. Да. Вот видно. Посмотрите внимательно. В составе есть морковь. Вот она видна тоже прикольно. Вот. Я вот сейчас покажу. Вот видите морковка. Вот кубик маленький. Видит камера, нет? То есть еще морковочка. Прикольный такой составчик. Нестандартный по-моему соус. Просто много выпускает фирм. Очень много я соусы люблю. Беру разные. В коллекцию, так сказать. Много выпускает соусы с названием Болоньез. Но реально, как это обычные томаты, перетертые. И все. А здесь реально состав очень крутой. Я расскажу необычный. Вы видите. Макарон больше, чем фарш. Фарш идет как соус. Плюс еще этот соус получился вообще отличный микс. Тает во рту. Вкусный, нежный, сочный. Ребят, ну, я бы, конечно, с вами поел. Но тут гнев отрад, она очень сильная. Потому что у него остывает, он хочет жрать, да? Подтвердимые слова, то скажу, что я с вами. Угу. Чего, ты пошел? Хочу покушать тоже, да. Да. Вот. Так что, реально, очень вкусно. Мне очень понравилось. Я вам сейчас так скажу. Конечно, она получает поделки по всем критериям. Я что могу сказать? Отличные ингредиенты. Отличный вкус. Отличный состав. Отличная подача вот этих моментов. То есть, маленькими такими кубиками, кусочками. Очень приятно есть. Но единственное, я скоро реально считаю 300 рублей дороговато. 300 дороговато. Причем, арабита дешевле. Арабита стоит 240, но баллонез стоит 300. Видимо, с добавлением мяса. По 8% давлением свиньи. Не знаю почему. В общем, очень вкусно. 5,5 вл. Если вам не жалко 300 рублей, я вам советую. Вы не пожалеете. Обязательно купите пасту барилу, чтобы получился отличный микс. Ну, а так, можно и найти аналоги по дешевле. Не такие вкусные, крутые по составу, но можно найти. А барилла баллонеза получает 5,5 вл. Всем ее советую. Попробуйте. Очень вкусно. Также, знаете, мне кажется, если даже не разогревать, не добавлять, просто сварить макароны и добавить сверху будет тоже не хуже. Я почти уверен. Попробуем попозже. Поехали. Ребята, как я обещал, бонус. Вот смотрите, отварила просто макарошки 100 грамм. И сейчас вот у нас, кстати, она простояла пару дней в холодильнике. Еще свеженькая, вкусная. Сейчас просто не разогревая, добавим этот соус. Без фарша, соответственно, просто посмотрите. Так сказать, остаточки, что-то настало из этого дела. Вот. Ну и сейчас сюда будем. Я уже чувствую, что будет вкусно. Я еще тогда, думаю, это понял. Тем не менее, в качестве эксперимента, тем более обещал, мы должны это проверить. То есть просто холодный соус из холодильника добавляем в макароны. Не разогревая его, ничего. О, я подсуну на него, ребятки. Ну да ладно. Размешиваем все это дело. Ну что, пропадь. Да, как я и думал, из-за того, что макароны свежие, только вытащил их. Они еще теплые, горячие, соус. Соответственно, когда попадает сюда, тоже, можно сказать, подогревается. Становится очень вкусно. Поэтому, ребята, не буду вас мучить. Видите, так это длинно уже. Очень вкусно. До новых встреч.